Здравствуйте, меня зовут Рафау, я инженер сервиса фирмы Самаш. В этом фильме я расскажу о режущем брусе Perfect Cut. Режущий брус в базовой комплектации оснащен системой быстрой замены ножей. Для этого используем специальный ключ. Ключ устанавливается между диском и держателем ножа. Нажимаем, и в таком положении происходит замена ножа. В конструкции бруса Самаш применяются два типа ножей. Правый нож и левый нож. Способ установки ножа на диске указан стрелкой на ноже. Стрелка на ноже должна соответствовать направлению вращения диска. Возможно, два варианта дисков. Стандартный диск. Это диск с подбитием, который применяется в основном в косилках со спушивателем. И диск с барабаном. Режущий диск имеет защиту от камней в виде срезной шпонки на модуле. Сейчас покажем вам, как снять тарелку и далее модуль диска. Следующий диск с подбиткой. Следующий диск с подбиткой. Следующий диск с подбиткой. Следующий диск с подбиткой. Так выглядит демонтированный модуль диска режущего бруса PerfectCut. Как видим, здесь установлена шпонка, которая в момент удара срезается. Чтобы ее заменить, необходимо снять стопорное кольцо, демонтировать зубчатую шестерню и заменить эту шпонку на новую. При обратном монтаже модуля необходимо помнить о том, что модуль необходимо правильно установить. Для этого необходимо демонтировать соседний диск. Соответствующие отверстия в модулях должны располагаться на одной линии. Это необходимо проверить ровной планкой. Как видим, модуль сдвинут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После фиксации модуля устанавливаем на место держатель ножа и режущий диск. Все вращающиеся элементы бруса отбалансированы, о чем свидетельствуют балансировочные грузы на дисках. Диски Самаш оборудованы сменными насадками ножей, форма которых предохраняет нож от потери во время работы косилки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В режущем брусе Perfect Cut имеем несколько видов верхних ступиц в зависимости от конструкции бруса. Правые ступицы, здесь это обозначено буквой Р, соответственно, левые ступицы и ступицы 0. Далее ступицы левые 6 градусов и ступицы правые 6 градусов. Очередность установки ступиц показана в каталоге запчастей и инструкции обслуживания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий момент, который покажем, это замена маслом. Интервал замены масла таков. Первая замена на новой косилке после 50 часов работы. Вторая и последующая каждые 500 часов работы либо раз в год. Масло, используемое в брусе, это масло класса 80 и 90. Количество масла в режущем брусе зависит от рабочей ширины бруса. Узалежненный от широкости листвы. Информация о количестве масла в режущем брусе находится в инструкции обслуживания. Для слива масла используется подставка, которая устанавливается под режущий брус. Ввиду того, что режущий брус PerfectCut имеет сварную конструкцию, слив масла осуществляется после демонтажа пластины закрытия бруса, под которым находится резиновая пробка. Дополнительные работы, необходимые для замены шестерен либо подшипников внутри бруса, производятся также после демонтажа этой пластины. Масло в брус заливаем через ревизионное отверстие, которое находится в задней части бруса. Масло также можно залить после демонтажа диском и модуля. Скорость вращения режущих дисков в брусе PerfectCut составляет 3200 оборотов в минуту. Режущий брус PerfectCut спереди защищен сварной межполозной вставкой, которая является заменяемой частью. Чтобы ее заменить, необходимо вырезать старую вставку механическим образом и на ее место приварить новую. Снизу весь брус защищен специальными лыжами. Далее в стандарте брус оборудован накладными пластинами. Опционально можно установить лыжи высокого кошения либо двойные лыжи высокого кошения. Чтобы демонтировать лыжи, достаточно открутить гайки на этих двух болтах. Спасибо вам за внимание. Помните о том, что перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией обслуживания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова